Всем привет! Сегодня я решила снять видео о том, чем я пользуюсь каждый день, о своей косметике. В основном тут будет представлена декоративная косметика, потому что декоративная косметика у меня хранится вот в таких косметичках. Вот эта косметичка, это та косметика, которой я пользуюсь каждый день. Да, я пользуюсь косметикой каждый день. И вот эта косметичка, где хранится косметика, которая мне нужна только иногда. Вот, поэтому сегодня я буду рассказывать о вот этой беленькой косметичке. Я все из нее вытащила, что в ней хранится. Оказалось, это очень-очень новая косметика. Вот, ее я всегда беру с собой на фитнес, потому что на фитнес я не крашусь только после него. И этой косметичкой я пользуюсь каждый день. У меня сегодня возник вопрос в моей голове, как вот в такой косметичке может храниться весь объем косметики, который я сейчас покажу. Так, это позже. Ну, любой макияж у меня начинается всегда с BB крема. Я зачем-то ношу всегда два BB крема. Вот это оттенок Light светлый, вот это оттенок Fair естественный. Зимой я пользуюсь вот этим оттенком естественным, летом я пользуюсь светлым. Зачем я до сих пор ношу два, я не знаю. Видно, вдруг я загорю неожиданно. Мне нравится BB крема, потому что они сочетают в себе сразу несколько продуктов. Они заменяют мне дневной крем, потому что у меня комбинированная кожа. Они заменяют мне основу под макияж. Сам тональник заменяет все корректоры. Я ими почти не пользуюсь, хотя сейчас я вам их покажу. Вот, моя кожа выглядит ровной, красивой, сияющей и здоровой. Мне это нравится. Поэтому BB крема своим я как-то не изменяю. Хотя тональники хорошие тоже есть, и иногда я ими пользуюсь. Но они вот здесь. Поехали дальше. После у нас есть корректоры в моей косметичке. Есть вот такой жидкий корректор в светлом оттенке, самый светлый оттенок The One. Вот, и есть вот такой вот корректор. Он у меня в рабочем состоянии для прыщичков. Зелененьким мы убираем покраснение воспаления, ну и потом корректируем бежевым, чтобы не было видно зеленого цвета. Хорошая штучка. Раньше я как-то игнорировала этот карандашик. Я пользовалась в основном лосьоном. Потом какая-то была акция. Я купила один, потом купила еще три. И теперь ими пользуюсь. Мне очень нравится. Дальше. Конечно же пудра. Пудру я беру вот такую компактную. У меня тоже в состоянии рабочем. Так, откройся. Оттенок у меня тоже самый светлый. Я считаю, что тональник лучше брать либо в тон, либо на тон светлее. И также пудру. Я не пользуюсь вот этой губкой, хотя она какая-то у меня грязная, но я и не пользуюсь. Я пользуюсь только кисточкой. Поэтому любую компактную пудру я рекомендую наносить кисточкой. Будет лучший эффект. Далее у меня есть румяна в шариках. Это у меня очень давнишние румяна. Я им пользуюсь хотя год. Но они у меня долго лежали. Вот такие вот мелкие, если помните. Мне они очень нравятся. Хорошо бронзируют кожу. Румяна обязательно должны быть. Дальше. Что я использую? Я использую палитру для коррекции бровей. Вот такая у нас есть шикарная палитра. Здесь есть темный, светлый оттенок и воск. Ну, я пользуюсь темным в основном только оттенком. Вот тут также есть кисточки. Темненькая для оттеночных и светленькая для воска. Очень хорошая штучка. Одна минута и брови в порядке. После я наношу обычно тени. Очень люблю пользоваться тенями. В этой косметичке у меня хранятся две палетки. Вот эту палетку я получила по какой-то акции в подарок. Вот, очень нравятся, очень красивые цвета. Они с легким перламутром. Причем перламутр у них интересный. То есть этот коричневый оттенок, он с сиреневым перламутром. Очень интересно смотрится. Вот этот золотисто-песочный тоже. Красивое сочетание, голографичный такой эффект. Вот, используют для создания натурального естественного макияжа. Они очень яркие. Вот, получаются глазки. Далее палитра Верими. Ее я взяла по программе лояльности, эту палетку. Это у меня оттенок смоки. Сейчас в каталоге тоже очень хорошие скидки на эти палетки идут. Честно, я не ожидала, что будут такие классные тени в Верими. Как-то все равно была немного удивлена. Здесь мне нравятся, конечно же, светлые оттенки. Вот это мой самый любимый оттенок. Беленьким пользуюсь. Вот этим пользуюсь в основном. Хотя мне нравятся все оттенки. Обязательно беленький должен быть, потому что его нужно наносить под бровь. В уголок глаза очень красиво смотрится. Тогда мой самый любимый оттенок. Он светленький. Вот. Дальше это вот такой темный, красивый цвет. Шикарные глаза получаются. С серыми я почти не пользуюсь. Но, тем не менее, тоже хорошие цвета. Вот этот один из моих фаворитов. Тоже такой светленький. Иногда наношу его на внешний уголок глаза, чтобы делать естественный натуральный макияж. Вот. Дальше серенький. Тоже им почти не пользуюсь. И вот этот мой любимый. Тоже. Красивые, в общем, все оттенки с сатиновым блеском. Они, то есть, идут все блестящие. Блестящие с первым утром. Но не прям блестящие-блестящие, что сыпаются. Они вообще не сыпаются. Вот почему я была больше всего удивлена. Они вообще не сыпаются. Очень хорошие тени. Потому что обычно какие-нибудь тени из палеток, они любят сыпаться. Но не эти. Так. Дальше. Обычно использую подводку. Это моя самая любимая подводка в рабочем состоянии. Тут все грязненькое. Вот. Очень удобно делать любые линии. Подсыхают. Тоже. Вот. Скоро буду новую доставать. У меня всегда лежит про запас подводка. Вот. Далее. У меня есть в этой косметичке еще карандашики. Почти ими не пользуюсь. Но зачем-то они у меня лежат в ней. Вот. Беленькие для нижнего века. Черненькие для верхнего. Вот. Они у меня тоже в рабочем состоянии. Иногда я все-таки ими пользуюсь. Я считаю, что эти карандаши просто должны быть. И все. Поэтому у меня лежат. Лежит также точилка для них. На всякий случай. Дальше идут туши. Мои любимые. Это вот эти две. Невероятные. Серии The One. Одна для увеличения глаз. Другая для удлинения ресниц. Ультра удлиняющая. С очень интересной вот такой вот закрученной щеточкой. Удобная в использовании. Кто-то считает, что они все неудобные. Очень удобные. Очень классные. Оригинальные. Ресницы невероятно длинные после этой туши. Разделенные. Красивые. Как будто так всегда и были. Вот. Это тушь для увеличения глаз. Подкручивающая ресница. Тоже с интересной такой вот. С одной стороны широкой. С другой зауженной кисточкой, щеточкой. Уже в моей группе есть любители этой туши. Вот. Дальше. У меня, конечно же, есть куча помадок. Бальзамчиков. Не знаю, зачем я их ношу все в одной косметичке. Но вот зачем-то ношу. Вот. Странный я человек. Мне кажется. Очень странный. Вот. Вот. Это все, что у меня есть в косметичке. У меня просто каждый день настроение разное. Но я не понимаю, зачем мне в косметичке вот такие оттенки на каждый день. Оп. Матовое красное. Оп. Коралловое. Вообще не понимаю. Но очень красивые матовые помадки. Всем рекомендую. Стойкий. Не слушать губ. Далее вот такие вот карандаши у меня есть. Абрикосовая. И беж. Вот такая вот веселенькая. И такая вот естественная. Ну, красивые цвета. Мне нравится эффект. Бальзамчики. Мой любимый бальзам. Мой любимый бальзам. Даня Голд. Чувственный объем. Цвет не помню. По-моему, роза оттенок. Какая-то роза была. Очень классная. Губки такие сразу уважненные. Объемненькие за счет этого смотрятся. Очень хорошая помадка по текстуре. Также у меня есть красный. Вот такой вот цвет. Это у меня карандаш для губ. Тоже не знаю зачем. Но лежит для красных помад. Вот все, что у меня есть. А, вот еще одна помадка. Забыла. Это винтажная роза. Красивый оттенок. Вот, кстати, похожа форма. Как у бальзама. Почему именно сейчас? Вот. Дальше. Это блеск, который я купила в этом каталоге. Кремовый блеск. По-моему, пыльная роза оттенок. Очень понравился. И цвет, и эффект. Немного липкий, но губки уважненные. Очень классный цвет. Поэтому всем рекомендую. Сейчас вообще копейки стоят. Там 159 рублей, что ли. Вот еще подводка. Мой фаворит. Такая вот бирюзовая. Ой. Очень красивая, яркая, насыщенная. С первым утром. Ну, что нужно еще для создания новогоднего образа. Далее лаки я купила тоже из нового каталога. Очень нравится вот этот цвет. Смотрите, как он сияет. Шикарно. Вот. И жемчужный розовый основа. Вот такие у меня накатки в итоге. Вот что у меня хранится в косметичке, которой я пользуюсь каждый-каждый день. Так что кроме Арифлейм у меня на самом деле ничего и нет. И еще пара слов по поводу вот этих салфеток хочу рассказать. Так как у меня комбинированная кожа, и на самом деле в течение дня я не поправляю свой макияж пудрой, я не пользуюсь вот этой губкой, которой я сначала в пудру, потом на лицо, потом в пудру, потом на лицо, и там неизвестно что уже в этой пудре. Вот. Я пользуюсь такими салфетками. У меня вот эта мятая почему-то. Вот. Очень удобно, очень классно. Они такие небольшие. Видите? Их достаточно приложить к тому месту, где жирный блеск. Тут же он впитывается, и кожа матовая, ровная, красивая, сияющая здоровьем и не жирная. Поэтому я не считаю нужды после вот этих вот салфеток еще пудрой сверху покрывать лицо. Очень люблю их, всем советую. Их в упаковочке 50 штук, хватает на долгое количество времени, на очень долгое количество времени. Всем рекомендую. Вот мой краткий, но не очень краткий по времени обзор косметички. Вот. Как-нибудь еще расскажу, что хранится у меня в основной косметичке, и какими продуктами я пользуюсь не всегда, но там тоже есть нужные вещи. Вот. Всем до новых встреч. Смотрите каталожик, выбирайте себе подходящие продукты и делайте заказы. И получайте еще за это дополнительные подарки. Участвуйте в распродажах, акциях и так далее. Всем до новых встреч. Пока-пока. Напишите, пожалуйста, в обзоре, в комментариях, что вам понравилось, что заинтересовало, какие вопросы появились. Ну и ставим лайк. Пока-пока.